Ну вот, друзья, дошли до этого места, куда мы стремились сегодня дойти Вот здесь метеобаза И вот здесь мы разбили наш базовый лагерь То есть мы его здесь ставим, сегодня ночуем, а завтра идем налегке на Пикчерского Итак, друзья, наступило утро Ночью был трындец дубак У меня это не сильно замерз, а вот Настя спала во всей одежде в спальнике и замерзла Спать не могла Ну а что делать между горах? С утра даже водные процедуры проделал, обмылся Трындец дубов Ну ладно, сегодня мы на Пикчерского, водопады и вниз уже Внизу должно быть потеплее, надеюсь Ну а сейчас завтрак Вон уже, водичка кипит, кашка, чаек и в путь Подвигаемся в путь Так, нам нужно пройти 4 километра до пика, на пик Черского И подняться получается отсюда, от нашего лагеря, 628 метров Вот, идем Время 7.44 утра Пошли Прошли полпути и вот такой вот вид И вот там вот, если увидите, присмотреться Видно как раз метеобазу, метеостанцию и турбазу А мы где-то в этом лесочке стоим Вот где палатки вот эти, вот мы где-то здесь стоим И вот такой вот крутой вид сейчас отсюда открывается А выше будет еще круче Так, друзья Вот пик Черского И туда нужно идти по такой вот узкой тропинке дорожке И чтобы безопаснее, вот здесь такой трос есть Из-за него, типа, надо держаться Ну, говорят, что он провис Где-то от камней отошел от горы Вызвали спасателей, чтобы узнавидеть Типа, не безобразно Но пробовали собраться так Но если этого не увидите, то иначе я не добрался Удачи Ну что, друзья, самое стрёмное Вот эти горы, вот эти вот камни Мы преодолели Вот, и теперь нам еще чуть-чуть И по той тропе И на самый пик Вот Я дошел итак друзья мы поднялись на пик черского вот высота 2090 метров над уровнем моря а вот там вот видит байкал вот он красавчик очень крутой вид вообще на горы так друзья у подножья пика черского он там располагается озеро сердца или озеро жопа кому как интереснее ближе спускаемся и идем на водопады надеюсь дойдем и найдем итак друзья дошли до водопада водопад и вот туда вот так бурно-бурно и вот долгой на сюда по крутой большой высокий наверное выше чем кивач он никак не называется поэтому предлагаю его назвать водопад савина например то хорошее название но друзья вернулись наш лагерь ходили дошли до пика черского до водопада вернулись обратно находили это в облаще и сложность и километров наверное 12 15 потом посмотрю скажу точно но сейчас кушаем собираемся и потихоньку спускаемся вниз и так покидаем наш лагерь наверху новой метеостанции и идем вниз сузянки не знаю до куда дойдем там и остановимся торопиться нам некуда времени у нас много сейчас три часа дня по местному все идем спустились мы до базы у этого кафе привал и вот взяли покушать прошлый раз не снял не до этого было есть хотелось а вот сейчас сниму тоже хочется но все равно вы смотрите уха из банок сайры 60 рублей тарелка порция потом оладушки здесь 2 порция 3 штуки одна порция 50 рублей со сгущенкой чай 20 рублей без сахара и кусочек хлеба 10 рублей вот сейчас будем обедать машина нет сегодня развозки заброски вниз так машина стоит заказывать надо 4 рубля ну как бы блин мы уже зайдем тут 8 километров спускаться вниз завтра а сейчас мы за ночью где-нибудь здесь недалеко и пойдем завтра с утра вниз все всем приятного аппетита будем кушать отошли от этого от этой базы отдыха но где-то метров на 300 и вот стали вот палатка вот такое вот место место стоянки только что принял водные процедуры в горной реке с людянка это жопа конечно реально холодно просто трындец ноги сразу сводит минуту непосредственно сводит но здесь переночуем с утра позавтракаем и путь до горда с людянка а там посмотрим что будем делать дальше итак подытожим сегодняшний день за сегодняшний день мы прошли 20 километров по горам по тропинкам по камням спуски подъемы частично с рюкзаками вот так вот все отдыхаем завтра снова в пусть рюкзаками вот такой вот у нас отдых а